Сокращение больниц, койко-мест без преувеличения ошибка так называемой реформы здравоохранения. Результат, который самым ярким образом проявился как раз таки с приходом коронавируса. Когда пришлось перепрофилировать больницы под ковид, плановую помощь, в том числе, например, онкологические больные, получить не могут. Даже МРТ сделать проблему, так как именно с диагностики перевели МРТ-аппараты для выявления ковида, что еще непременно, полагаю, аукнется увеличением смертности по неоказанной вовремя медицинской помощи плановым больным. При этом, что интересно, нам рассказывали с экранов, как эффективно победили коронавирус, как наши ученые первыми в мире создали вакцину, как чиновники выстраивались в очередь рискнуть своей жизнью, как подопытные кролики, чтобы сделать эту самую вакцину. И вдруг школьники на длинные каникулы, пожилые дома на домашние удаленные режимы, разговоры о второй волне. А как же иммунитету, чуть ли там не 60%, а как же победа, а куда же ушли миллиарды, как вот лидер, например, Московской Единой России написал, что на перепрофилирование потратили, якобы, да, это его пост, 250 миллиардов рублей. Вот мне интересно, а на что потратили-то? На 250 миллиардов это сколько можно было вообще с нуля в чистом поле построить больниц? Вот мне интересно, я на основании этого поста, да, вот буду сейчас писать запрос, мне просто интересно, куда, на что ушли денежные средства в таких размерах. И если будет вторая волна, если будет третья волна, ну, наверное, кто-то очень выгодно заработает. Как говорится, хорошо хоть парад успели провести. Голосование за обнуление, трехдневные выборы на пеньках, да на днях городов чиновники поживились. С сарказмом, естественно, говорю. Поэтому законопроект поддерживаю полностью. Давно нужно запретить приватизацию учреждений здравоохранения. Нельзя больницы, поликлиники приватизировать, передавать, продавать. Нельзя. Их нужно сохранить все. Постараться те, которые еще в процессе, вернуть городу, вернуть москвичам, ну и россиянам по всей стране. Это наша нация, это здоровье наших людей. Если мы говорим о демографии, президент часто говорит о демографии, так больницы, здравоохранение – это в первую очередь то, что заслуживает внимания всех парламентариев нашей страны, правительства нашей страны. Поэтому такие законопроекты, они нужны, их просто нельзя не поддерживать. Естественно, я поддержу и прошу всех поддержать. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»